По поводу притворения исламского закона. Это решает правитель. То есть, если королева Елизавета вторая решит принять ислам, то для королевы Елизаветы будет религиозной обязанностью установить исламский закон. Естественно, она столкнется с неприятием со стороны британского общества. Но обязанность притворять шариатское законодательство – это задача правителя, а не задача группы самоуправцев. Это должно быть очевидно. Но, к сожалению, на деле для людей это не очевидно. Мой вопрос такой. По вашему мнению, есть страны, в которых полноценно притворяется исламское законодательство? Вопрос был такой, я повторю его. Предыдущий вопрос был. Является ли индивидуальной обязанностью каждого применять шариатское законодательство? На этот вопрос я ответил, что шариатские законы, как те, которые мы упоминали, это задача правителей. Но и они должны правильно применять этот закон. Второй вопрос такой. По вашему мнению, есть ли на сегодня страны, которые правильно применяют шариатский закон? Моим ответом будет нет. Есть страны, в которых шариатские законы применяются фрагментарно, частично. Семейные законы, законы о наследстве, законы брака, индивидуальные законы. Но упущение, которые допускаются в сфере шариата, это худуд наказание, телесные наказания. И главным образом это касается определенных сект, конфессиональных меньшинств, религиозных сект у власти. Конечно, мы знаем о британских колонизаторах. В 17 столетии и позже, во время Лоуренса Аравийского, которые поддерживали эти группы. После разрушения Османской империи, они поставили эти группы у власти. И эти группы притворяли законы шариата в неправильной форме. И на чьи плечи это ложится? На плечи правительства, мусульманского или немусульманского, а не на общественность. Мой вопрос по поводу Мумтаза Кадри. Каково решение ислама относительно него? Вопрос связан с событиями в Пакистане. В Пакистане человек по имени Мумтаз Кадри убил министра провинции Пинджаб. Он был личным телохранителем этого министра. Что предпринимает правитель Пакистана сегодня касательно дела Мумтаза Кадри? Ответ на это будет таков. Это должны определять ученые того региона. Они должны вынести суждение. Касательно Мумтаза Кадри, это будет судебное разбирательство. Собственно, оно уже им является. И как при любом деле, здесь нужно идти к судье, а не к группе самоуправцев. Этот аспект игнорируется общественностью. Общественность руководствуется эмоциями. Дело Мумтаза Кадри, как и любого другого человека, который совершил определенный поступок. Это должен разбирать судья в суде. Но, как я сказал, применяется ли правильно исламское законодательство в этой стране? Я бы сказал нет. Пакистан – это секулярное государство с частичным притворением исламских законов. По сути, Пакистан – это секулярное государство, управляемое секулярной элитой. Мой вопрос такой – какие вы порекомендуете книги для прочтения? Вопрос такой – есть ли какие-то книги, которые я мог бы рекомендовать? Насчет тех тем, которых я коснулся. Информация о них взята не из какого-то одного источника. Поэтому нет какой-то одной книги, которую я мог бы порекомендовать на эту тему. А, Шейх, насчет теории Большого Взрыва. Мы знаем, что Вселенная расширяется. Выступает ли ислам против теории Большого Взрыва? Вопрос касательно теории Большого Взрыва. Используя телескоп Хаббла, людям впервые удалось увидеть смещение света, красное смещение света. И на основе этого они сделали вывод, что Вселенная расширяется. Как на это смотрит ислам? На самом деле это связано с другой темой. Тема эта следующая. Толкуем ли мы Коран в свете современной науки? Ответ на это – нет. Мы не толкуем. Аяты Корана в свете современной науки. Несмотря на то, что в Коране однозначно утверждается, что Вселенная расширяется. Но толкуем ли мы этот аят, где слово, что означает «расширение», толкуем ли мы этот аят в свете текущих научных теорий? Ответ будет – нет. Также существует критика таких теорий, как теория Большого Взрыва. Если вы об этом почитаете, если почитаете книгу «Спорный Дарвин» Дэвида Белински, в ней есть некоторые статьи, связанные с критикой теории Большого Взрыва. Можете прочитать книгу Пола Дэвиса «Разум Бога» или другая его книга «Загадка Златовласки». Эти книги написаны физиком. Вы сделаете для себя выводы. Или вот еще один хороший труд. Стивен Хокинг «Краткая история времени». Это даст вам общее представление об этих научных теориях. Вы обнаружите, что каждая из этих обманчивых теорий может меняться, подвергаться сдвигу парадигмы. И касательно сдвига парадигмы, почитайте работу Томаса Куна «Реконструкция научной мысли». По-моему, книга называется так. Вы сказали, что джихад в исламе всегда оборонительный. А как же эпизод, когда римлянам было сказано «Примите ислам или платите джизью?» Как вы на это ответите? Да. Вопрос такой. Вот я упомянул, что джихад был не спослан в целях защиты, а вопрос о расширении исламских завоеваний. Определенные группы, например, идеология кутбитов, последователи Саида Кутуба, который был убит режимом Гамаля Абдун-Насыра. Они толковали джихад как наступательный, во всех формах. Но они кое-что перепутали. Наступательный джихад, на который они ссылались, на самом деле – форма защиты. Если вы посмотрите на все военные походы пророка, вы отметите, что все военные походы, которые выдвигались из лучезарной Медины с целью нападения. Если вы рассмотрите реальность этих военных походов, вы отметите, что эти военные походы были формой защиты для устранения любых угроз от мятежных групп или людей, которые намеревались напасть на лучезарную Медину. Таковой была реальность каждого военного похода. На эту тему можете почитать Фикх Ассира, шейха Рамадана Буты Рахим Хулла. Или можете почитать. Вот та книга доступна на английском, а есть книга на арабском. На эту тему было написано много книг на арабском. Но я ответил на ваш вопрос. Если вы рассмотрите все завоевания, по сути, все они были формой защиты. Например, завоевание Сирии. Это было сделано из-за угрозы вторжения римлян на Аравийский полуостров. Римляне отправляли специального представителя, чтобы пригрозить Медине. И такого же специального представителя отправляли из Персидской империи. И так было со всеми завоеваниями. То есть цель исламского халифата не экспансия. Как известны и слова Джорджа Буша, что эти люди желают расширения от Индонезии до Испании. И потом на весь остальной мир. Далее есть проблемы апокалиптических культов. Как и в христианском мире, среди мусульман есть изрядная доля апокалиптических культов. Некоторые христианские группы, связанные с событиями, называемыми осадом в Уэйко, и другие группы, они утверждают, что у них есть пророчества до конца света, связанные с военным сопротивлением правительству. В мусульманском мире есть такая же проблема, как в прошлом, так и в наши дни. Например, когда Джухейманом была захвачена мечеть Аль-Харам в Мекке, который был учеником Насыруддина Альбании, хотя Альбани посчитал его действия неправильными, Джухейман сказал, что его друг Махди это апокалиптический склад ума. Точно так же группы сегодня говорят о завоевании Рима. Завоевание Рима это пророчество, связанное с будущим, пророчество событий, которые должны развернуться. Но мусульманам не было велено самим инициировать эти события. На самом деле это му'тазелитские убеждения. му'тазелиты это ранняя секта, которая считала, что человек сам создает свои поступки. Мы же верим, что это пророчество будущего, которое не связано с нашими действиями. Но эти апокалиптические культы, апокалиптические группы, как ИГИЛ и другие, они верят, что выполняют миссию в конце времен, и они говорят о завоевании разных регионов. Например, некоторые люди думают, что текущие войны это войны конца света, войны Армагеддона или войны апокалипсиса соотносят свои действия с апокалипсисом. Эти вещи нам запрещено делать. Это не решает проблему. Еще какие-то вопросы? Верим ли мы в силу притяжения? Что говорит Аллах о силе земного притяжения? Вопрос такой, верим ли мы в силу притяжения? Смотрите. Сила притяжения это ощутимое явление. А ощущаемые факты в исламе не отрицаются. Мы скажем так, все, что можно наблюдать и эмпирически ощущать, все наблюдаемое и подающееся эмпирическому исследованию, мы не отрицаем. То есть, если кто-то отпустит предмет и бросит предмет на землю, Аллах, субханаху тааля, таким образом создал нашу окружающую среду на земле, что предмет падает на землю. Это общеизвестный ощущаемый факт. Ученые называют это гравитацией. То есть, мы бы не сказали, мы верим в гравитацию. Мы скажем так, гравитация это закон Вселенной, описанный Ньютоном. Но отрицаем ли мы то, что все падает на землю? Ответ на это будет следующий. Мы не отрицаем эмпирические факты. И на самом деле ни один аят Корана не может быть истолкован так, словно он отрицает ощущаемую реальность. А что они, мусульмане, делают, как правило? Цитируют аяты Корана и потом намеренно запутывают определенных мусульман, что якобы Коран отрицает ощущаемую реальность, ощущаемые доказательства или эмпирические факты. Но верное толкование этих аятов они не приводят. Например, когда наш господин Зуль-Карнайн алейхиссалям достиг северной части мира, в Коране говорится, что он увидел, что солнце закатывается в мутный источник. И не мусульмане говорят, что вот в Коране говорится, что он увидел, что солнце закатывается в мутный источник. Но Коран описывает то, что Зуль-Карнайн видел. Он смотрел на горизонт и увидел, как солнце заходит. И этот аят не указывает на какую-то научную теорию или научный факт. Ваш вопрос был о чем? Верят ли определенные ученые в силу притяжения или нет? Этот вопрос к делу не относится, потому что у каждого ученого своя точка зрения на определенные вещи. И люди могут цитировать книги какого-то конкретного ученого. Но то, во что мы обязаны уверовать? Это единодушное согласие мусульманских ученых. Мы как мусульмане-сунниты обязаны в это верить. Что вы скажете по поводу страдания детей, животных, при том, что Аллах милосердный? Страдание. Вопрос связан со страданием. Как мы как мусульмане понимаем страдания ребенка и страдания животных, в то время как Создатель милосерден? Христиане называют это Богооправданием. Это связано с проблематикой зла. А для мусульман объяснить это не представляется сложным. Почему? Потому что у Аллаха, субханаху тааля, есть множество имен и атрибутов. И проявление этих атрибутов видно во многих вещах, одна из которых страдание. Потому что Аллах, субханаху тааля, испытывает людей. Он может лишать людей силы. То есть мусульмане не говорят, Бог только милосерден. Нет, мы говорим, Создатель также наказывает. Создатель также испытывает. Во-вторых, на этот вопрос невозможно ответить без того, чтобы ответить на вопрос, который связан с этим, а именно, как мы понимаем день суда? Как мы можем доказать день суда? Мы скажем так, если день суда не наступил бы, то добро и зло были бы одинаковы. Ведь, например, Гитлер, который был злым человеком, убил миллионы людей и умер. И взять другого человека, который занимался благотворительностью, творил добро и умер. Можно ли сказать, что оба они равны? Мы бы сказали нет, эти двое разные. Так вот, в день суда Бог рассудит между ними. То же самое, если страдает ребенок. Этот ребенок будет жить только в этом мире? Или же также он попадет в будущую жизнь? Ответом будет, он попадет в вечную жизнь. То самое дитя, которое страдало на земле, не будет наказано в день суда и войдет в рай без отчета. То есть это связано с божественным знанием. Если Бог знает, что когда дитя вырастет на этой земле, то не уверует и отвергнет послание Бога и навечно попадет в ад. Тогда жизнь ребенка забирается в раннем возрасте. И в конце его ждет милосердие Аллаха. То есть это один пример того, как наше ограниченное знание не может объяснить божественной мудрости, божественного суда и божественных действий. Вы упоминали, что женщинам предписывается носить джильбаб, хиджаб. А что по поводу никаба, паранжи, укрывания лица, на рассвете исламофобии, когда говорят, что у мусульманок есть право не носить никаба? Вопрос такой, является ли никаб обязанностью для мусульманки? Ответ нет. В Коране не упоминается никаб. В Коране упоминается джильбаб, который покрывает грудь, фигуру женщины и волосы. В этом ученые единогласны. А насчет покрывания лица, это доказано сунной, жизнью пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Его жены покрывали лица. И ученые говорят о контексте, что если человек опасается, что если женщина выйдет с непокрытым лицом и ей навредят, ей обязательно его укрыть, для того, чтобы избежать вреда. Но в этой стране, если женщина укрывает лицо, она может привлечь много внимания, в том числе расистов и фанатиков. В этом случае женщине не обязательно укрывать лицо. Вопрос такой, если человек принял ислам, и после принятия ислама, он хочет знать, может ли он молиться за свою мать, которая скончалась до принятия ислама. За что он может молиться, так это за то, что его мать, возможно, была из тех, до кого не дошло послание. Если это так, то она попадает под аят. Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника. Но он не может молиться конкретно о ее спасении, если она умерла в неверии. Это не разрешается. Вопрос связан с истинностью Корана. Во-первых, наш ответ – атеистам. Мы говорим это не для того, чтобы обратить их в ислам. Нашими ответами мы хотим показать, что наша вера рациональна. Наша вера не слепая. Во-вторых, есть один факт, связанный с темой истинности Корана. Пророка, алейхиссаляту ассалям. Ни один человек не учил ни читать, ни писать. Востоковеды пытаются опровергнуть этот факт. Они говорят, как может человек, который занимался торговлей, жил в высшем обществе Курейша в то время, как он мог не уметь читать и писать? Ответ на это такой. Много людей, которые не научились читать и писать. О пророке, саллиллаху алейхиссалям, мы скажем, что пророка, саллиллаху алейхиссалям, ни один человек не учил читать и писать. В-третьих, содержание Корана связано с его чудесной природой. Чем же Коран чудесен? Чудо Корана в контексте того, как он был ниспослан, как он был собран и как он был сохранен. Коран оказал огромное влияние на человечество. Я приведу один пример, и мы закончим. Любая нация развивалась и достигала пика цивилизации собственными стараниями. Если вы посмотрите на китайцев, на античные цивилизации, группы людей, которые трудились, старательно трудились, чтобы получить материальные блага, мирскую выгоду, и они достигли величия. Так же и русские, так же и европейцы, так же и американцы. То же самое и большинство наций мира. Но когда мы смотрим на арабов, до ниспослания Корана арабы были такими людьми, которые живьем закапывали своих дочерей. Это известно. Им не нравился женский пол, и они их закапывали. Они убивали друг друга. Постоянно. Имея в виду племена, воевали друг с другом. Бесконечно. В этом контексте они не делали никакого вклада в цивилизацию. А с ниспосланием Корана за сто лет они создали империю. Более великую, чем Римская империя. Более великую, чем Персидская империя. Более великую, чем любая цивилизация на то время. Как это было возможно для арабской цивилизации, которая была в упадке и никак не стремилась к цивилизованному уровню. Мы утверждаем, что это случилось из-за неспослания Корана. Это один пример. Но эта тема заслуживает абсолютно отдельной лекции о чудотворном аспекте Корана. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова